После выполнения всех необходимых подключений, порядок действий для бензинового двигателя следующий. Запустить двигатель и дождаться стабилизации оборотов холостого хода. В окне программы USB AutoScope включить запись сигналов. Через несколько секунд плавно увеличить обороты двигателя до 3000 рп. Резко отпустить педаль акселератора и дождаться стабилизации оборотов холостого хода. Резко нажать на педаль акселератора и по достижению 3000-4000 рпм заглушить двигатель, при этом удерживая педаль акселератора полностью нажатой до полной остановки двигателя. Важно, чтобы при этом дроссельная заслонка оставалась полностью открытой. Остановить запись сигналов. На современных автомобилях вместо механической связи педали акселератора с дросселем используется электронная педаль и электронный привод дроссельной заслонки. При выполнении теста CSS на части таких автомобилей во время последнего этапа измерения дроссельная заслонка может закрыться, несмотря на то, что педаль акселератора удерживалась нажатой. В таких случаях тест CSS будет выполнен не в полном объеме, а именно не будет измерена динамическая компрессия в цилиндрах двигателя. Если стоит задача проверить компрессию именно при помощи теста CSS, то в таком случае для оглушения двигателя вместо выключения зажигания потребуется разорвать цепь питания топливных форсунок, либо топливного насоса. Удобнее всего это сделать при помощи дистанционного выключателя предохранителя. Для этого требуется найти место расположения в автомобиле нужного предохранителя и вместо него предварительно подключить дистанционный выключатель. В таком случае в конце теста нужно будет заглушить двигатель непривычным способом, а путем выключения кнопки на корпусе дистанционного выключателя предохранителя. На некоторых автомобилях, оснащенных ДПКВ с двухуровневым типом выходного сигнала, на последнем этапе измерения сразу после глушения на высоких оборотах сигнал ДПКВ может пропасть еще до полной остановки двигателя. В таком случае тест CSS будет выполнен не в полном объеме, не будет измерена динамическая компрессия в цилиндрах двигателя. Если стоит задача проверить компрессию именно при помощи теста CSS, то в таком случае для глушения двигателя придется воспользоваться дистанционным выключателем предохранителя. На автомобилях, где подключение к сигнальному проводу ДПКВ затруднительно или невозможно, вместо сигнала штатного ДПКВ можно записать сигнал внешнего ДПКВ. Удобнее всего для этой цели воспользоваться внешним оптическим датчиком коленвала лазер. Во время проведения теста луч этого датчика следует направить на оптические метки, предварительно нанесенные белой краской на шкив коленвала и имитирующие зубья задающего диска. Для дизельных двигателей порядок проведения теста CSS отличается от порядка проведения теста на бензиновых двигателях. После выполнения всех необходимых подключений, порядок действий для дизеля следующий. Запустить двигатель, дождаться стабилизации оборотов холостого хода. В окне программы USB-осцилоскоп включить запись сигналов. Через несколько секунд плавно увеличить обороты двигателя до 3000 RPM. Резко отпустить педаль акселератора и дождаться стабилизации оборотов холостого хода. Резко нажать на педаль акселератора и по достижению 3000-4000 RPM заглушить двигателем путем выключения зажигания. При этом дроссельная заслонка автоматически перекроет поступление воздуха во впускной тракт. Остановить запись сигналов. На старых дизелях, впускной тракт которых не оснащен дроссельной заслонкой для глушения двигателя на последнем этапе измерения, следует перекрыть поток воздуха поступающего во впускной тракт. Важно удерживать его перекрытым вплоть до полной остановки двигателя. Как только запись сигнала восстановлена, программа USB-осцилоскоп автоматически сохраняет их во временный файл и тут же отображает эти сигналы на экране. Если вы считаете, что эти сигналы могут вам понадобиться повторно, то будет лучше сразу же сохранить их в файл. Для этого вызовите меню файл, сохранить файл и укажите куда и под каким именем его сохранить. Но анализ сигналов можно запускать и без предварительного их сохранения в файл, так как скрипты способны работать также и с временным файлом. Это значит, что вызывать меню анализ выполнить скрипт можно сразу же после прекращения запись. В момент запуска анализа на экран будет выведено так называемое окно конфигурации. В этом окне необходимо указать параметры тестируемого автомобиля, основным из которых является порядок работы цилиндров. Если сигнал синхронизации был взят не с первого цилиндра, то в этом случае следует правильно указать такой параметр, как номер цилиндра синхронизации. Все введенные в окно конфигурации параметры могут быть встроены в файлы осциллограммы. Благодаря этому при повторном запуске анализа этого файла окно конфигурации автоматически окажется правильно настроенным. Для сохранения этих параметров достаточно вызвать меню файл, сохранить файл и подтвердить да. Либо можно просто при закрытии этого файла выбрать ответ да в диалоговом окне хотите сохранить текущий файл или внесенные изменения. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что в случаях, когда скрипт по тем или иным причинам не сумел проанализировать записанные сигналы, их всегда следует сохранять в файл и выкладывать на форуме в теме разработки скрипта. Такая практика помогает мне собирать материалы, необходимые для дальнейшего совершенствования алгоритмов скрипта.